Она мне задала такой вопрос, у тебя есть дети? Я говорю, есть, а какое-то имеет отношение? Она такая, ну больше не будет. Мне было очень страшно, и я подумала, неужели это все, неужели это конец? Я помню, что я очень сильно обиделась на Бога. Да за что мне эта несправедливость, что со мной не так? Здравствуйте, меня зовут Ольга Воробьева. Сегодня 2 апреля 2021 года. С диагнозом рак шейки матки я живу с 2014 года уже почти 7 лет. О своем заболевании я узнала в 2014 году. Как я об этом узнала, я не скрою, что я очень халатно относилась к своему здоровью. И к гинекологу не ходила почти около 7 лет, от слова совсем. Пошла, потому что начали беспокоить определенные болезненные моменты. Пришла к врачу, значит, посмотрела меня врач, отправила меня на кольпоскопию. Я очень хорошо помню этот день. Врач кольпоскопии была уже довольно пожилая женщина, ей что-то было порядка 90 лет, она была заслуженным гинекологом Российской Федерации, если не ошибаюсь. Когда она мне посмотрела, еще даже до того, как она взяла там анализ, она мне задала такой вопрос, у тебя есть дети? Я сначала не поняла, что она хочет вообще от меня-то. Я разозлилась, как сейчас помню. Я говорю, есть, а какое-то имеет отношение. Она такая, ну больше не будет. Ну и все, я помню, я тогда ушла прям возмущенная от нее. Она еще так вздыхала, охала-ахала. Но тогда уже у меня семя страха, оно уже было посеяно в мою душу, как говорится. Вот. И спустя, наверное, два дня, когда я пришла за результатом, мне сказали, что вам нужно срочно идти к онкологу. Отправили стекла на повторные там какие-то обследования. В общем, и я тогда, естественно, не поверила, как это со мной не может произойти до того самого момента, как мне уже сказали, все это точно вам нужно в надежду. А я обследование проходила в городе Барнауле в онкологическом центре «Надежда». Первая мысль, которая у меня тогда возникла, когда это все подтвердилось, когда подтвердилось уже на 100% что это рак, это страх. Мне было очень страшно, и я подумала, неужели это все, неужели это конец. Я просто в тот период проживала еще много разных тяжелых моментов в своей жизни, которые сопровождались, ну, можно сказать, даже каким-то трудностями, преодолеванием каких-то разных моментов. Вот. Это был непростой период в моей жизни. И когда рухнул вот этот вот диагноз, грубо говоря, прям на голову, мне тогда, помню, а зачем вообще, зачем все это, для чего? Ну, смысл был все это преодолевать, какие-то там этапы, трудности. Когда вот так вот, ну, я помню, что я очень сильно обиделась на Бога, очень сильно. Я тогда прям думала, да за что мне эта несправедливость, что со мной не так? И я проплакала ровно сутки. Это был город Барнаул, Алтайский край, Краевой онкологический центр «Надежда». Лечение я проходила полностью по ОМС. У меня еще непростая была история там с параллельными моментами моего здоровья. То есть мне не все подходило. И мне очень тщательно через консилиум подбирали. Это была лучевая терапия. Мне не оперировали, потому что я бы не вынесла просто операцию. У меня была очень плохая кровь, очень плохие печеночные показатели. В общем, мне назначили лучевую терапию на свой страх и риск врачи. Вот полностью по ОМС. Мне очень повезло. Мне попалась, досталась очень хорошая доктор. Это заведующее отделение радиологии Верязкина Наталья Дмитриевна. Я очень ей благодарна. Она просто удивительный, потрясающий доктор, потрясающий человек. Она меня тогда очень хорошо поддерживала. Она мне много чего не говорила, касаемо моей какой-то ситуации. Но я ей за это благодарна. Потому что если бы она мне говорила все, что она видела, возможно, меня бы сейчас здесь не было. Потому что я очень мнительный человек. На сегодняшний день у меня ремиссия уже третий год. У меня было два рецидива. С момента постановки диагноза первый случился через восемь месяцев. А второй в 2018 году. То есть я переехала в Москву летом в 2018 году. В октябре я ездила в Барнаул защищать магистрскую диссертацию. То есть получала второе образование по психологии. И там, в этой поездке, я пришла просто к своему доктору, к этой же, у которой наблюдалась. Она посмотрела меня, взяла у меня анализ. И уже по возвращении в Москву через два дня мне пришло от нее сообщение. Оль, ну снова. Снова рецидив. И я, недолго думая, естественно, у меня был шок. Ну шок был скорее не от того, что это, что снова, да. Как бы я абсолютно нормально отреагировала, потому что у меня нет иллюзий насчет того, что там никогда я больше, возможно, не заболею. Я знаю свою ситуацию, она очень довольно серьезная. Вот. Шок был скорее от того, что мне нужно было перестраивать свою жизнь опять. То есть вклинивать туда лечение месячное. Сейчас ремиссия, сейчас все хорошо. Я наблюдаюсь раз в полгода. Здесь уже в Москве. Встала на учет, нашла хорошего врача. Вот. Постоянно хожу. И все сейчас, слава богу, ремиссия. Вот есть такая фраза, да, жизнь разделилась на до и после. Вот это как раз про меня. Я безумно благодарна, как бы это дико не звучало, своему диагнозу. Потому что именно он помог мне посмотреть в себя, на себя. Посмотреть, что я делала вообще не то и не так, и не там, и не с теми. Я поменяла полностью профессию. До диагноза я была преподавателем. То есть я ушла в психологию. Сначала я ушла, чтобы просто не сойти с ума, чтобы мыслями какими-то. Потом я поняла, что втянулась. Сейчас я очень крутой специалист. Об этом говорят мои коллеги. Стала жить для себя. Но не то, чтобы не с эгоистичной стороны, а именно обращать внимание на себя. Я познакомилась с собой наконец-то. Я стала себе много чего разрешать. Я пошла сама в терапию к психологу, чему я была раньше категорически против. Вот. Много чего произошло. И реестр в Москву, собственно говоря. Вообще столько возможностей появилось. И у меня знакомых, которые стали друзьями. У меня сейчас друзья появились, которые благодаря опять же моей болезни. То есть те люди, с которыми я сейчас, которые в моем круге, они только благодаря онкологии. Как я уже сказала в самом начале, что я проплакала ровно сутки, когда узнала о своем диагнозе. Я помню, что я уснула под утро, была очень утомлена и поспала буквально недолго. Но я проснулась с одной мыслью, которая помогла мне посмотреть вообще по-другому на ситуацию. И которая в корне изменила в дальнейшем мою жизнь. Важное не сколько, а главное как. И вот до сих пор вот это как, оно длится уже, получается, седьмой год. Вам сейчас страшно. Вы не знаете, что делать дальше. Вы не знаете, как жить дальше. Но самое главное признать и проговорить эти страхи. Пожить в этих ощущениях. Ни в коем случае не отказываться от них. Рак – это второй шанс в жизни. Он не каждому дается. И это уникальная возможность посмотреть на себя, в себя и изменить свою жизнь. Сделать ее более насыщенной, яркой и настоящей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова